давайте мы немножко остановимся вот хотя мы говорим о нове им а просто о том чтобы пройти все пророков я надеюсь что мы не сможем это пройти за час даже будет просто лететь просто очень много интересных вещей но а давиде вы в кадр попали молодой человек вас снимает скрытая камера вырежете ему все вырежете ему все мы говорим об очень интересной личности но эта личность не просто оставила след истории здесь что-то происходит вот в жизни давида которая проектируется полностью в новый завет и мы часто с вами как бы натыкаемся на вот на ту позицию где говорится дьяния апостола 15 глава 1 собор иерусалимский где приходят и рассуждают над тем что происходит среди не евреев среди тех которые ну как бы далеки были заветов божьих и собирается вся мишпуха мессианская там и были люди которые из садукеи были и фарисеи были те которые мессианские просто простые люди иаков слышат все аргументы весь спор и там они оспаривали шо делать тем неевреем как им стать евреями а если стать евреями то каким образом чтобы обрезаем что мы не обрезаем что мы дотачиваем что мы пришиваем кипу бороды или как там еще что мы должны сделать я думаю что вот здесь там идет как раз вот откройте 15 главам деяния апостола там 18 стиха оказывается там здесь делает яков заявление которое базируется на пророчестве амоса да вот на 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 основании амоса и если вы посмотрите как эти два текста как будто очень сильно отличаются но на самом деле они не отличаются потому что один был сделан греческими другим был сделан арамейским языками на этом и та часть из амоса это ситуа гинта это тора которая была сделала сделана с перевода на греческий на греческую тору может кто то не знаешь что было еще греческая тора вы так и она немножко отличается своим смыслом но но самое на самом деле она очень конкретно срабатывает почитайте пожалуйста 15 глава там как нам с 13 он начинает 17 вода и сим согласны слова пророка как написано потом обращусь и воссоздам скинью давиду упадшую и то есть после того как они умолкли начал речь яков и сказал мужи и братья послушайте меня симон изъяснил как бог первоначально презрел на язычников что нравится мне нравится хотела симон как будто он итальянец симона чтобы составить из них народ и сим согласны слова пророка как написано потом обращусь и воссоздам скинью давиду упадшую и то что в ней разрушена воссоздам и исправлю ее чтобы взыскали господа прочие человеки все народы между которыми возвеститься имя мое говорит господь творящий все сие ведому богу от вечности все дела его посему я полагаю не затруднять обращающихся к богу из язычников а написать им чтобы они воздерживались от осквернение идолами от блуда удавлены и крови и чтобы не делали другим того чего не хотят себе ибо закон моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается синагога каждую субботу все интересные обороты когда он говорит как раз вот попричь вот к этой как это интересная причина мы говорим о том что обращаются из язычников то есть из не евреев обращаются веру веря в ешуа мессию который является евреем и что для этих не евреев нужно делать чтобы как бы быть частью всех обещаний которые бог дает то есть как бы обещание это самое главное это было спасение то есть мессия они это сделали как как именно унаследовать все остальное потому что все прекрасно понимали что образ жизни еврейского народа ими отражал волю божью и красоту божьевых повелений да и вот тут яков начинает говорить о народах о народах и восстановление скине давида патчу если мы говорим о скине давида патчу то тогда получается что что это за скине у давидова была нет почему потом что она вообще собой представляла вообще на собой представляла что она собой представляла это скине давидова никто давай так мы начнем с того что слово скине означает мешкан временная временная ну может палатка с другой стороны на это же временное состояние этого пока в этой палатке и снисходить суккот сука тоже временное жилье кущи да кущи тоже временно временно пребывание и если говорить о скине моисеева да которая построена была как по образу небесному если вы посмотрите то написано было по образу небесному ты возьми людей а я буду говорить я буду делать то есть они принимали от господа все то построение которое было и при всем этом мы на говорим этом мешкан а мешкан это временное ну как бы сказать сооружение в этом место сегодня когда мы говорим о мешкане и мы тора вас сегодня там или есть и принесли привезли нет мы мы тоже имеем мешкан мы сделали место для для торы и его прикрываем это тоже в синагогах называется мешкан да такое вот место но на самом деле это временная временная палатка и ссылка на на сразу на суккот на суккот это праздник для не только для евреев этот праздник и для неевреев написано порочески что на в день в дни суккота будут приходить из всех народов на поклонение веру шалаем царюк будут миссии вот поклоняться и если не будут приходить из народов из кого не ну кто не будет приходить у тех не будет дождя мы видим что это как бы как бы такими параллелями идет в данном в данном в контексте о том что восстановлю скинью давиду падшу скинья давида это все равно я думаю что он не хотя имел в планах построить дом постоянный постоянно где где бы пребывало имя господне и бог говорит поди скажи давиду ты что ты хочешь построить да вы как бы ну куд кому ты ходят им построить дом другими словами если небольшая параллель если мешкан является временным положением да и во временам будем говорить и самуила ковчег был увезен из мешкана и давид уже возвращает через 30 лет не в мешкан который был построен был еще от времен моисея еще раз но он имеет подразумевает сделать постоянное место вы понимаете да что я говорю и бог его тебя ты не построишь сын то построить то есть прообразом мы потом придем к этому салам саламона является еще то есть царь при нем не было как бы такие войны преуспевания он восстанавливает ну как бы сказать израиль очень сильно он золото считается как бы там за ничто почти да вот как серебро и он расширяет пределы израиля до тех обетований которые бог давал для авраама и прообразом такими есть этот мессия да вот и он строит храм он строит храм и написано что господь он вас сел в храме храме не в мешкане не во временном месте а в храме я думаю что скинь давида падшая это та надежда давида который он видел как бы поклонение для всех народов то есть славу божью явить ему всем людям может быть падшую потому что не выдержала испытания вот это эта идея она могла прийти только с мессией 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 поэтому дьяни апостолов говорит все вот то что мы сейчас видим приходят язычники да к вере ничто иное как ссылка на порочество амоса где говорит что я восстановлю скиню давида падшую которая защищает все народы понятно понятно да а вот я почитаю что говорит амос в тот день я восстановлю скиню давида падшую заделаю трещины в ней и разрушенные восстановлю и устрою ее как в дни древние чтобы они овладели остатком и дома всеми народами между которыми возвеститься именем говорит господь творящий все сие все сие вот девятая глава девятая глава мы не видим что яков говорит о том что он бог вот заделывает теперь трещины да если говорит о трещинах это что на дереве на на чем видно он говорит о каком-то строении значит у давида было то место где может поклонялись может нет но его его желание чтобы служили все народы ну как бы это такое мое личное понимание но над этим можно еще очень много рассуждать и все таки царь давид он мы говорили он мечтал построить дом для господа и устроял все как нужно он устроил или делал расписание всему богослужению всему что должно было быть и завещал это своему сыну саламону саламон опять же пророческая это как бы вот интересная личность потому что как слово его имя означает мир шалом да иерусалим тоже один тот же корень и вопрос такой знаете интересный почему имя саламон вот почему имя саламон почему шлема а а а а еще раз саламон может быть это пророческая картина преуспевания величия благослов успешности благосклонности господней и так далее но почему вот вот шаломон он тоже родился от вирсавии примирился бог с ним а а что бог был с ним в рожде или же а наказание наказание а кто-нибудь проходил наказание без горечи как вы думаете да у давида была какая-то горечь даже не хотел себе жизни в грехе родила да я думаю что наверное вот момент такой что рождение его сына от вирсавии неким благорасположением как бы явилась да вот он от вирсавии нет вернулся да давид ведь он мог просто как бы сказать все покончено все может твоего нету оставайся вдовою я покаялся тебе не прикасаясь как многие люди там все я ответственность не беру а тут фактически он берет ответственность и чаще всего в таких моментах значит переживаешь как моя жизнь сложится и вот рождение сына наверное моё переживание там что как бы таким богословением не в том что богословением а примирением с богом оно как бы затрудилось говорит о соломоне в контексте ударами железными в сторону миссии чаще всего тоже это это место писания применяют распятого миссии и все же как бы мы понимаем что соломон дос просил для себя мудрости после смерти своего сына и что о вернее извините отца еще раз вы меня простите что так когда давид умирал он говорил слова которые очень интересные для соломона вот найдите там место третья книга да или вторая книга сейчас или не не нет я не говорю об этом сейчас я попробую найти я не нет он говорит он вот вот я иду по пути земли то ли это в пропоминон второе второе пропоминон вот он когда умирал перед тем как он завещает ему быть твердым мужественным сдержаться заповеди господних второе второе по пеноминон да не нет вот 28 давай там где он говорит я вот я иду по пути земли 28 да там нет 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 оно по судам читать все вот это место потому что я первое царство второе третье царство третье царство а почему я говорю об этом там и там и там и там есть слово которое на иврите хазак хазак это мы говорим как мужественный да смел и мужественный но имеет быть себе корень пред господом будь смел и мужественный вот будь мужчиной пред господом там слово мужем да там слово хазак используется и мы иногда поем на иврите эту песню мой сын очень сильно любит ой хазак тири 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 бом ой хазак а все думают украинцы вот коза тири тири бом вот коза думают что он поет там коза коза тири тири бом а а сказать это на русском невозможно но потому что там сильно чересчур много смысла а смысл мужественный сильный крепкий пред господом это как бы такой вот вот в этом контексте и дальше говорит ходи исполняет заповеди господа бога твоего очень очень интересный момент понимаем что соломон он входит в царство будучи молод да и он просит у господа мудрости управлять народом понятно что господь дает ему все остальное мы не будем к этому много обращать внимание но с этим дал он и все остальное слава соломона была настолько велика что приезжали с разных частей мира и удивлялись его мудрости мы понимаем даже то что приезжала царица савская да то ли царица эфиопии посмотреть о мудрости израильской ну я вам скажу это на попу на экваторе быть съехать с экватора до до иерусалима и думаю это довольно и приличное путешествие до якому нилу так легче это самое дойти до красного моря по море попасть до перешейка можно легче было да 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 ту сторону любом случае тебе все по нилу по си нужно чтобы садить крокодилами легче с красными рыбами красивыми проплыть вот знаете вот такое чтобы через джунгли через проезжать там все как бы вы хотя бы были в этом сам в этом в этом египте с самолета садишься туда думаешь откуда столько песка пляж может быть везде там там все вот моря нет но все но но сущности я не о том и говорю о том что мы есть предположение многие что происходило потом как бы а соломония и вот помните мы говорили о царях каким должен быть царь каким-то был царем и я думаю что вот эта часть самим давидом не было научно для соломона я ну может быть я не знаю как бы предположение все-таки дети выбирают свой путь но соломон сделал абсолютно все противоположное что оно было написано в писании . в книге моисея я не знаю написал ли он книгу переписал ли может наверно переписал потому что понял что все суета и пошел храм господин и понял что все 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 суета да вот но построил кто примерно понимает как у какая красота была слава храма да ну да да евреи специально это сделать какой был бы хара храм но не не как художники да вы да можно нет все все на все нормально да не даже сделали одну синагогу синагогу в израиле под 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 храма но все равно что может сравниться с соломоновым храмом не знаю видно он делал все по чертежам давида поэтому давид весьма был архитектурный парень и только одну вещь можно сказать высота храма самого там где вот находился ковчег и минора и все остальное высота его было 10 10 10 10 этажей красота красота это это да но там и мы мы но если посмотришь другой с другой горы это как бы нормально там не сильно это высоко там ну да 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 но там ну там двери были которые закрывают я да я это как бы вне вне как бы классные работы наверное соломон взял лучевую кости голиафа не но так детский день давайте поспорим тридцать высота а одна часть была шестьдесят и двадцать не сам храм там же еще при храме все было но при всем этом красота была очень удивительно потому что когда через много лет вернулись из плена рыдали плакали когда увидели восстановленный второй храм и понимали что ой ой не такой что-то он сильно маленький что-то не такой не такой и они плакали потому что величие того храма было большой но все таки мы я я не думаю что здесь говорится больше о том что будет с киньях давидах восстановлен как как храм потому что все ссылки идут на уже новозаветные отношения с мессией вечно как бы сказать восстановление среди язычников при котором будет искать господа и где будет проповедана евангелие то есть сегодня доступ к богу он идет сердечный да вот как бы так ту с кинью можно войти имея отношение с богом путем новым живым как писание говорит это думаю что и есть время восстановления и когда мы говорим о скине давида падшей как бы говорим о хвале и поклонении она это только одна часть если бы такое в этом заключалось тогда знаете церкви какие то где нету ни инструментов ничего они наверное в царство божие не попали бы ну да если так брать да вот то есть есть такие церкви которые там любой хвале поклонения там они как бы могут заткнуть рот потому что там и концертные и сотни инструментов если красота и все гармонично но это ли смотри бог да вот такие вот то есть само понятие сердечные отношения где мы залечим свои раны трещины которые между нами и богом они раскрываются и все таки соломон он очень много сделал того что было приятно для бога для всего человечества он открыл красоту бога и мудрости которую бог дает он практически распространил понятия о боге израиля уже на новый совсем уровень что о нем слышали что это именно вот царь израиля который служит богу аврама цаха якова которому он построил храм и красота которого было ввели было очень сильное храм даже говорится о том что когда ирод пытался восстановить еще достроить храм да вот одно время тоже очень интересно то построение было храмовая гора она же не просто есть кусок такой горы это же целое сооружение которое уже расстраивалась несколько раз и ирод также расстраивал его и когда его он был величайшим величайшим архитектором можно сказать ирод своего времени потому что подобному подобной архитектуре подобной подобной можно сказать строительству не было нигде то что делал ирод и когда он начал строить и он созвал евреев это такая легенда есть ну когда я был в Израиле об этом мне говорили что он говорит что мне делать потому что подобному подобному храму даже в самом Риме нету ничего если мы это узнать об этом то меня накажут разрушат и все остальное ему сказали а ты сделай так напиши письмо о том что ты строишь храм и пошли гонца и строй отдать на строй строй и так далее там удивительные были сооружения удивительные камни которые весили больше ста ста тонн 150 там еще там по 15 метров длины и ширины там очень огромные камни больше чем 100 тонн весили и когда через шесть не помню точно времени через три года или шесть лет пришел гонец обратно он сказал ты не спеши не бей он пришел с таким письмом если он еще не начал строить потому что он показал чертежи и все остальное пускай не строит если он половину построил разрушить но если он же построил пускай таки будет к этому времени он все выстроил так ему все прошло но все же красота была большая и уже во времена Ишуа но сравниться с храмом с храмом самого Соломона невозможно было и вот здесь идет новая новая эра поклонения мы видим певцы потому что мы не видим это до как бы сказать до Давида до Соломона мы не видим этих певцов мы видим что читалась Тора и понятно что она читалась пением мы видим трубы есть трубы юбилейные но мы не видим такого количества как это описывается уже у Соломона инструменты которые уже Давид использовал Давид уже использовал кинвалы кинвалы громогласные потом арфы и так далее и расстояние между Иерусалимом и Иерихоном около двадцати километров там кажется двадцать четыре кажется я не помню точно и во времена вот богослужения когда проходило там в Иерусалиме звуки от поклонения хвалы и пения слышны были в Иерихоне двадцать четыре кажется я не помню 24 километра колонок не было но думаю что попутный попутный ветер усилитель а ну шафары трубы это одно вы должны понять что здесь с шафарами трубами еще не обошлось есть серебряные трубы написано можно было шафар в серебро пропустить серебряные трубы но там же еще есть кинвалы что такое кинвалы а еще какие там нет нет тарелки были этот кинвал потом что еще да описать этот откуда ты знаешь этот а ритм какие были прийти на на тот самый на а а я не знаю ким европа не вы должны понять что вы должны понять что вот этот долина вот из храма идет кедрон потоки ну да оно как бы таким идет там есть как бы такие повороты я думаю что это все таки помогало в этом направлении двигаться иерусалим выше да и давайте сделаем перерыв и потом последний класс проходим и то мы